Продолжение следует... Даже свое представление о семье. Они живут в мире своих увлечений. В рамках общей культуры они создают собственную. Они — представители субкультур. Быть может, как и все мы. Приветствую всех, кто находится по ту сторону экрана. Я — Тень, ваш проводник по территории субкультур. А в межэкранном пространстве между вашим, уважаемым телезрителем, экраном и моим находятся те, кто знает все о ролях, игре и ее месте в жизни. Лариса Тимофеевна Ритюнских — доктор философских наук, профессор философского факультета МГУ, автор научных работ по философии игры. И Михаил Юрьевич Кожаринов — педагог, социолог, один из родоначальников субкультуры ролевиков в России. И я хочу задать вам первый вопрос. Что мы с вами сейчас здесь делаем? Живем или играем? И велика ли разница в этих понятиях? В данный момент мы снимаем телепередачу. Живем мы в этой передаче или играем? Все зависит от того, как мы к этому относимся. Я считаю, что игра внутри нас. Мы играем тогда, когда считаем себя играющими. Михаил Юрьевич, а для вас понятие «жизнь» и «игра» насколько разнятся или схожи? Можно выделить такие характеристики у игры. Когда мы моделируем действительность, понимаем, что это не совсем по-настоящему, есть такое детское слово «понарошку». Вот это вот «понарошку». Это одна черта такой игры. Другое – это когда есть перевоплощение. Я на себя какую-то личину надел. Перевоплощение какое-то имеется. Это вторая такая черта. И третья черта – это азарт. Азарт, который возникает в процессе игры. Когда есть все три составляющие, можно точно сказать, что это игра. А вот когда есть какая-то одна, то сразу появляется где-то игра на границе с чем-то реальным. Единственное, что я бы не согласилась с ролевой составляющей. Не каждая игра имеет в себе ролевую составляющую. Когда я играю в шахматы, это игра. Я осознаю, что от результата этого матча не зависит ни моя жизнь, ни моя судьба. Если я, конечно, не профессиональный шахматист. Я играю. Но я ни в кого не перевоплощаюсь. Согласен. Заметьте, ну азарт есть. Я предлагаю всем нам вместе посмотреть видеофрагмент. Михаил Юрьевич, я думаю, что вам эти кадры будут знакомы. Ну, это, я так понимаю, заезд на игру. А это строярка в игре. Когда таит игрой, энтузиасты строят какие-то замки, крепости. Выбирается полигон, который по географическим своим представлениям, скажем, вот, Луговины, Холмы, наиболее подходит по замыслу мастеров к игре. Я представляю свободный народ Голландии. Также герцога Вильгельма Аранского. Вот, это такой парад, это представление игроков, наверное, по этой игрой. Это уже какой-то, наверное, фрагмент самой игры. Судя по костюму, это 15-16 век. Ну, вот, здесь видно, что вот эти вот постройки игровые, они могут быть замками, могут быть такими кабаками, трактирами, в которых такие вот декорации свои создаются. Ацтек, вот эти Сома-2 шлёт тебе дары нашей земли, золотые украшения, которые носят наши жильцы. Вот, скажем, вот здесь вот они играют, судя по всему, ацтеков. И вот, например, вот здесь ацтеки, они разрабатывали даже свою систему языков, язык на базе как раз философских концепций, как они понимают ацтекскую культуру. Вот, то есть это подготовка достаточно большая. Предполагает это изучение той самой ацтекской культуры? Да, да, конечно, предполагает. По крайней мере, мастерская группа... Это изучает все игроки или мастер? Мастерская группа просто, как правило, изучает, если она хочет, чтобы что-то было историчное, не похоже. Но она дальше стремится и игроков к этому повязать. И очень часто на сайтах публикуют статьи, которые надо прочесть, ну вот, при тем, как на игру поехать. Иногда научные... Сколько идет подготовка обычно? И, знаете, игр по-разному. То есть некоторые игры готовятся по два года. Там, по году. Так вот. Лариса Тимофеевна, вот вы, как человек, не принадлежащий к этой субкультуре, можете рассказать, что мы сейчас видели на экране? Мне показалось, что люди ищут возможность реализовать себя в каком-то другом образе. Я средний, стандартный менеджер, который приходит, у которого дресс-код на фирме. Да мне вот тут вот эта фирма, эти обязанности, но она приносит мне доход, это моя профессия. Я хочу изменить свой мир. Можно идти в революцию и менять мир вокруг себя, а можно просто создать новый игровой мир и себя попробовать в этом новом мире. Ощущение потрясающее, я думаю. По всей видимости, ролевая игра – это масштабное мероприятие. Михаил Юрьевич, кто это все придумывает? Кто организует? Ну, в субкультуре ролевиков есть такая отдельная прослойка, которая называется «Мастера ролевых игр». Это как раз таким образом называются разработчики этих ролевых игр. Те, кто придумывает сюжет, те, кто придумывает сценарий, те, кто придумывает картину, моделирование этой всей игры. Но в процессе всего этого, в особенности, когда мы уже на полигон выезжаем, оказывается, что игру создают не только мастера, но и игроки тоже. В следующем сезоне будет игра по Одессе. Причем Одесса как раз дореволюционная, совершенно прекрасное время, и прекрасная тема, за основу лишь у нас лежит Бабель. Мне случайно предложили сыграть Любку-казак, Любка Шневейс. Сумерки побежали по двору, Сумерки побежали, как вечерняя волна на широкой реке, И пьяный Малаец в полное удивление тронул пальцем Любкину грудь. Он тронул ее одним пальцем, потом всеми пальцами по очереди. Желтые нежные его глаза повисли над столом, как бумажные фонари на Китайской улице. Он запел чуть слышно и упал на землю, когда Любка толкнула его кулаком. «Смотрите, какой хорошо грамотный!» Сказал о нем Любка мистер Троттиберна. «Последнее молоко пропадет у меня от этого малайца! А вот тот еврей съел у меня уже за это молоко!» И она указала на судечкица, который, стоя в окне, стирал свои носки. Вот в плане Любки она сама может вполне строить ситуацию. В жизни самой что-то кардинально поменять, вот резко так вот взять, мне это сложно. Может, еще и поэтому, кстати, персонаж так интересен, может, в результате научусь действовать первой. «Далеко на краю земли, где закат, как букеты рос, я летала во сне, сон растаял вдали, но город грез моих все знал. Это просто игра, отчего же так сердце тоскует по вечерам? Просыпаться пора, но в прошлое дверцей по радио Нотр-Дам». Давайте посмотрим, каково усредненное представление людей не из субкультуры, а ролевиках. На самом деле, в Москве не быть серой мышкой довольно легко. Город неконсервативен. Есть очень много разных людей, разных стилей. В метро иногда натыкаешься на такое, что «Ого!». А в Питере вообще замечательно. Там, в метро, я ехала с бала, мне не хотелось переодеваться, я ехала прямо в платье 18 века, подходил паренек, который так подходит мне, говорит «Катеринка!». Я сразу не поняла. А у меня изначально костюм, когда шился, он действительно задумывался, как для Екатерины Великая. Просто фантастика. Здесь, в железнодорожном, здесь немножко другая специфика. Здесь все-таки указывали пальцами. Но поскольку я здесь, как называется, я с работы приехала, львину долю все провожу в Москве, поэтому как-то оно спокойнее. Ну, я думаю, что усредненное представление это непонимание. Это представление таких маргиналов, которые почему-то выезжают в лес с какими-то своими мечами. Я даже думаю, что их не представляют как мечи, а как дрыны скорее такие. И вот они там как-то фехтуют, так вот отделы отбившись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова